Приветствую вас! Вы знаете, есть некоторое противоречие в вашем тексте, ибо в заголовке вы пишете, что ревнуете своего мужа к бывшей жене, и вроде бы здесь есть намек на то, что вы понимаете свою проблему. Вы понимаете, что проблема в вашей ревности, но описывая ситуацию дальше, вы уходите совершенно не в ту степь, вы пытаетесь оценивать, пытаетесь судить, пытаетесь как-то вот невротически достичь стабильности, пытаетесь каким-то контролем, да, обидами, то есть манипуляцией заставить вашего мужа делать то, что хотите вы, сравниваете себя с бывшей женой, и так далее. То есть во всю оплату веять неверенности в себе, какими-то страхами, сомнениями и прочим-прочим-прочим. Вот, ну как бы и в конце вы говорите, как мне образумить мужа. Да тут на самом деле не мужа нужно образумлять, а как бы на собой работать. И быть более уверенной, более привлекательной для своего мужа. Потому что вряд ли для вас хочется делать что-то, когда вы находитесь в таком состоянии. В состоянии обиды, в состоянии тревоги, в состоянии ревности, в состоянии негатива и прочего. Вот, ну, давайте обоснем по порядку. Ревную мужа, значит, к бывшей жене. Ну, как я и сказал, вы сравниваете себя с бывшей женой, то есть сравниваете себя с другими людьми. Сравнения с другими людьми идут, идут из-за, ну, недостатка информации о окружающем мире. О людях, о себе. Что говорит о том, что в какой-то степени вы были немножко отстранены от своих родителей. Имеется в виду, что не было у вас с ними возможности что-то спросить, чтобы они вам что-то объяснили и так далее. Сравнивание с другими людьми означает также и то, что вы ориентируетесь на этих самых других людей, а не на себя. И во главу угла ставите некие стереотипные эталоны красоты, эталоны семьи, эталоны отношений, без поправки на индивидуальность, уникальность каждого отдельного человека и, соответственно, каждых отдельных отношений. Ревность произникает также из страха одиночества, страха того, что вас бросат. И если страх одиночества связан с непринятием себя, то есть с отторжением некоторых элементов вашей личности, то страх быть брошенный связан опять же с детско-родительскими отношениями, в которых родители вас оставляли одну. А вы, будучи ребенком, воспринимали это на свой счет. Ревность продиктована восприятием людей как определенного рода или вида товаров. И, естественно, происсякающим отсюда правом собственности на них, в смысле на людей. Но, конечно же, никаким правом собственности на людей вы не обладаете. И люди не являются товаром. Люди являются ценностью самим и себе. То есть если вы что-то делаете для человека, вы делаете это только для него. И все. Не рада собой. Подобная материалистическая позиция на себя и на людей ничего кроме негатива нанесет и требует своей коррекции. Наконец, древность имеет под собой почву по причине опыта измен как в вашей семье, допустим, так и лично у вас. Это тоже требует своей коррекции. Потому что, например, измены в вашей родительской, допустим, семье, ну, совершенно очевидно могут оставить определенный след крайне неприятный и крайне негативный. А опыт измен, лично ваш, может быть, помимо всего прочего, еще и крайне травматичным. Но глобально, конечно же, речь идет о том, что все это мешает чистому себя защищенным. Ревность также происходит из отсутствия личных границ между вами и близкими людьми. То есть, это вот именно отсутствие четкого разграничения на меня и тебя. То есть, где я, где ты, где моя ответственность, где твоя ответственность. Вот. Этого всего нет. Вот. Проблема личных границ. Конечно же, конечно же. Тоже корректируется. Вот. В результате психотерапии. Наконец, у ревности есть черты паранойи. При том условии, что сама паранойя продиктована вполне себе реалистичными моментами, связанными, например, с совершенно реальными проблемами. Между вами и вашим, например, мужем стоит. То есть, совершенно такие вот реальные проблемы. Дальше. Значит. Женаты они были недолго, женились из-за беременности, развелись через пару месяцев после латиния ребенка, которому было уже 6 лет. Угу. То есть, во всем счету отношения у них строились вокруг ребенка, вокруг родительства. Мы с мужем в раке 3 года, общему ребенку год. У нас все это больше жены только после ребенка. Так. Стоп. Вы с мужем в раке до 3 года, а что у меня с двумя общего? Угу. 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 Как ваше отношение? Угу. Вообще говоря, выстраивается. Угу. На фоне чего они выстраиваются? А вот, страз, а, ну, объединяют, с, а, мужем, это важно, потому что, судя по тому, что вы пишете, маловато у вас, именно личного общения, личного взаимодействия маловато, ну, личностного. А, больше присутствует, именно, гендерная, ну, разрывная. А это, как вы понимаете, проблема. Дальше, она общается с бывшей женой только по тем ребенка. Был момент, когда она просила его о чем-то, что не касалось их сыны. Я ему на тот раз сказал, что мне это неприятно, пусть свои личные проблемы решают без тебя. Да, он ей это пристег. А, почему вам это неприятно? Ну, то есть, многое, многое зависит от проблем. Конечно. Но почему вам это неприятно? Чем вам это неприятно? То есть, есть ощущение, что вы, не знаю, боитесь чего-то. Потому что, я говорю, проблемы бывают разные, но сложно, сложно представить себе, что в случае реальных и безобидных проблем, вам есть какая-то угроза. Тем не менее, угрозу вы, судя по всему, чувствуете. Природа того, что вам неприятно, почему вам неприятно, должна быть выявлена, исследована и скорректирована. Потому что, в противном случае, вы так и будете перескидывать ответственность на человека. Сейчас она уехала в командировку на неделю, мы забрали их филикнал. Со мной ребенок особо не общался никогда, да я ее не расстраиваюсь по этому поводу. Мне у нее интересен, в принципе, как ему все вокруг происходящая, да, лампочка. Ну, здесь крайне деликатный момент. С одной стороны, я вас, конечно, понимал. С одной стороны, но с другой стороны, если это ребенок человека, которого вы любите, не только с вами, что вы его не принимаете. Нельзя принимать полностью любимого, не принимая его ребенка. Это несколько стран, как я и сказал. То есть, тут я бы тоже обратил ваше внимание на этот момент. То есть, да, становиться ему старой мамой. Может быть и не нужно, но и интересоваться к ним, и общаться с ним, и как-то вот поддерживать камбэк, наверное, все-таки нужно. Потому что, ну, в конце концов, это, повторюсь, ребенок вашего любимого вам человека. Вот это все-таки что-то, да, значит. Дальше. Так, случилось так, что он просто просился домой, мол, там игрушки и кошка, а муж пошел на поводу. Вот опять, муж пошел на поводу. Почему вы считаете, что муж пошел именно на поводу? То есть, что плохого в том, что, условно говоря, просит или хочет ребенок. Ну, не очень, на мой взгляд, понятно. То есть, вас что-то тревожит, вас что-то тревожит? Что вас тревожит? То есть, пока не совсем понятно. Так, значит, так. Он должен был на поводу, сказал, что будут живать там, то есть в квартире бывшей жены. И что? Я сглотнул. И что это значит? Думаю, ладно, ребенку у меня надо базарбасфер. Они уехали, вернули скорость. Смотрю, кто-то видит, говорит, ладно, надо пошинить. Я не знаю, ничего не говорит, но мы увидим, он вообще не понял, что я обидел. А на что вы обидели стало? В смысле вы обидели? На что вы обидели? Что вас, что вас за дело? Давайте разберемся с этой обидой. Лучше умов, все зло, и как будто я ночью у бывшего мужа и ворую ему ужину. Слушайте, ну, а у вас есть бывший муж? Тогда, если у вас есть бывший муж, это уже не первое отношение, которое у вас не складывается. А значит, возможно, имеет место быть сценарное поведение, которое требует скорректироваться. Как бы, я не думаю, что ваш муж ворует ужины своей бывшей женой. Разве это нормально? Да? Для него это нормально. Я, значит, порой по 10 раз спрошу его что-то дома починить, а то он прям решил что-то отринонсировать. Так вы задайте себе вопрос, почему муж не хочет ничего делать для вас. Задайте себе вопрос, почему ему не хочется ничего для вас делать. Разве можно к такому относиться нормально? Да, можно, если вы несете личную ответственность за свои действия, если вы любите, то есть принимаете своего партнера. А ночевка ничего не значит. Ну, как бы, объективно. Завтра она тревожит. Да. Но тревожность не имеет отношения ни к мужу, ни к тому, что он делает. Как донести человеку, что это не норма? Ну вот видите, он здесь противоречит и сами себе. Не спрашивайте, норма ли это? И говорите сами, что это не норма. Если вы считаете, что это не норма, а мужчина так делает, то наш вы друг другу не подходите. Потому что для него это вполне себе норма. А вот попытка контролировать человека может привести лишь только к негативу. на мой взгляд. Вот. Поэтому здесь, извините, но требуется определиться с тем, какая же ваша все-таки позиция. Дальше. Неужели ребенку, который вот-вот пойдет в школу, сложно объяснить, что там мама или папа? Ну, это вас не касается. Я полагаю. То есть, если бы вы общались с ребенком, если бы у вас с ним был более тесный контакт, вы бы могли ему объяснить все, что хотите. А вот-за с ним свои отношения. Может быть, он винучих чувствует за то, что оставил его на мой взгляд. Если ты стопишь, то иначе, что ты упал. Бери игрушки с собой, играешь тут. Ну, вам не кажется, что это вот своего рода директива какая-то. Императив-императив, какое-то навязывание своей позиции. Мне сказали, что якобы у него только душа. Да плевать, простите, я хочу на эту душу, о моем никто почему-то не думает. Ну, здесь вы сравниваете, во-первых, себя и ребенком, что недопустимо. Во-вторых, если о вашей душе никто не думает, то, ну, наверное, вы себя не цените. А раз не ценят вас. А это повод предотместить над своим поведением. Над тем, как вы ведете себя с людьми. И еще, когда муж со старшим сыном в нашем общении, он так не проявляет интерес к нашему общему. Он так не проявляет интерес, когда муж со старшим сыном. Меня это тоже очень обижает. А почему вас это обижает? Чем вас это обижает? Чем вас это задевает? Давайте разберемся, почему вы сравниваете своих детей. Еще раз, у мужа к старшему сыну вполне вероятно есть чувство вины. Нормально пытался поговорить на эту тему, сразу прекратил, говорит, что ее загоняет и все такое. Ну, в какой-то степени убрал. Но основная проблема заключается в том, что вы не можете адекватно донести домой сейчас свою позицию. Она у вас, вероятно, такая императивная. Что значит нормально поговорить? Что вы вкладываете в отражение нормально поговорить? Подходя из того, что вы написали здесь, у вас норма, которая не подходит вашему мужу в принципу. И то, что он кричит, это демонстрирует. Абсолютно все воспринимают в штыки. Ну, это вопрос вашего общения. Как можно его уразумевать? И его уразумевать не нужно. Всего не нужно уразумевать. Вам нужно заняться собой. Заняться психотерапией. Стать спокойнее, увереннее в себе. И все равно нормализуется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.